Привет, друзья! Сегодня мы с вами анализируем состав крема Jurassic Spa, фитер-витализация для зрелой кожи. Поскольку это крем, то начинаем разбирать с жировой фазы, разбрасываем здесь состав по фазам и потом в целом его охарактеризуем. Так будет гораздо проще. Итак, жировая фаза состоит из масла конопли, масла рисовых отрубей, масла вишневых косточек и обычно к жировой же фазе причисляют эмульгаторы, хотя это, естественно, не совсем корректно. В качестве эмульгатора здесь использован ламеллярный эмульгатор полиглицерил-3-метилглюкоза-10-арат. Очень широко используем сейчас эмульгатор, потому что очень удачный. С одной стороны, образует действительно ламеллярные эмульсии с высоким процентом ламеллярных структур, с маленьким процентом мицелл, то есть высокая степень ламеллярности эмульсии. С другой стороны, он образует очень комфортные текстуры, которые легко впитываются, и поэтому сейчас действительно очень широко в органике используется. По маслам. Масло конопли, помните, не раз об этом говорила, чем совершенно замечательно. Замечательно оно тем, что содержит очень высокий процент из растительных источников, самый высокий омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты в случае, в ситуации любых проблем кожи, это такой must-have. Начинаем мы говорить о, например, акне. Там принципиально становится текучесть кожного сала, и чаще всего при проблемной коже у нас уменьшается как раз концентрация триглицеридов в кожном сале, содержащих омега-3 жирные кислоты. Из-за этого меняется текучесть, из-за этого появляются комедоны. И в ситуации, когда мы с вами говорим, например, о кремах для возрастной кожи, тоже необходимость омега-3 просто вот выходит на первый план. Почему? Потому что у нас очень большой вклад в процессы старения, вкладывает, точнее, дает рост воспалительных процессов в коже. И в этой ситуации у нас резко усиливается, вообще с возрастом, резко усиливается синтез кожных коллагенас и эластаз, тех ферментов, которые разваливают коллаген и эластин. И, соответственно, любые противовоспалительные компоненты для возрастной кожи будут работать еще и как антиэйдж. Почему? Потому что они уменьшают степень деградации коллагена и эластина. А у нас омега-3 жирные кислоты, как раз именно они являются сырьем для синтеза простагландинов, который обладает противовоспалительным действием. Поэтому, что для проблемной кожи, что для возрастной, у нас омега-3 жирные кислоты – это критичный достаточно ингредиент. У нас ларисовый хатурбий. Очень удобно тем, что дает комфортные текстуры быстро впитывающихся, нежирных на ощупь кремов. А масло-висневых косточек, у него вообще очень интересный жирнокислотный состав. Там есть достаточно редко встречающаяся пуническая или остеариновая кислота. Пуническая еще в гранате, кстати, есть. Вот эти кислоты чем хороши? Они ускоряют рост и созревание клеточек верхних слоев кожи. То есть они стимулируют синтез фактора роста керотиноцитов. У нас, помните, обновление кожи – это наше все. Мы об этом много раз говорили. Действительно, обновление кожи с возрастом радикально замедляется. И чем дольше мы будем держать скорость обновления кожи на уровне молодой здоровой кожи, тем дольше у нас кожа будет по своему строению, не просто по внешнему виду, а объективно по строению оставаться молодой. Поэтому масло-висневых косточек интересно своей способностью стимулировать обновление керотиноцитов за счет стимуляции синтеза фактора роста керотиноцитов. Это то, что касается именно жировой фазы, формирующей саму структуру крема. Теперь идем по самому интересному, по активам. Витамин В3, неоцинамид. Тоже нежно люблю этот актив, очень много о нем говорю. Неоцинамид – это у нас форма никотиновой кислоты, витамина ВП. Но, в отличие от никотиновой кислоты, неоцинамид действует более мягко, более слабо, но при этом в десятки раз режу вызывает реакции непереносимости. К сожалению, никотиновая кислота этим грешит. Достаточно большой процент женщин реагирует даже на небольшие концентрации никотинки. А вот в случае неоцинамида мы можем с чистой совестью пихать рабочие дозировки. Здесь, кстати, действительно рабочая дозировка. 4% у нас действующей дозировки по неоцинамиду от 2 до 5%, тут 4% неоцинамида. Это уже работающая в плане антиэйдж дозировка. Почему? За счет чего? Механизмы у неоцинамида очень разнообразные. Кстати, так же, как и аминогатрия жирной кислоты, работает хорошо этот актив и для проблемной кожи, и для возрастной кожи. В случае проблемной кожи неоцинамид эффективно снижает воспаление. В случае возрастной кожи неоцинамид очень хорошо стимулирует синтез структурных элементов кожи. Поэтому сейчас, не считая того, что он действительно так же, как и никотинка, улучшает микроциркуляцию. Поэтому на сегодняшнем этапе в косметической индустрии хорошая работающая доза неоцинамиды становится практически мастхэв для профессиональной косметики, для возрастной кожи, например. Глюкозамин из кукурузы. Это у нас растительный актив. Чем он интересен? Глюкозамин у нас относится к глюкозаминогликанам точно так же, как хондроитин и гиалуроновая кислота. Просто гиалуроновую кислоту у нас очень сильно распиарили. Все о ней знают, нет ни одной девушки, которая бы о ней не слышала. А вот глюкозамин пока незаслуженно забыт и очень-очень зря, потому что глюкозамин, во-первых, является составной частью гиалуроновой кислоты, а во-вторых, сам по себе свободный глюкозамин в коже обладает способностью стимулировать синтез гиалуронки. То есть как только у нас в коже появляется свободный глюкозамин, есть особые рецепторы, которые считывают это как то, что большой процент гиалуроновой кислоты развалился, разрушился в коже, и значит, что надо срочно стимулировать собственный синтез. И естественно, если мы рассматриваем, или мы даем заместительную терапию, то есть готовую гиалуронку кожи, или мы пытаемся заставить кожу синтезировать собственную гиалуронку, естественно, второй путь гораздо более физиологичен. Поэтому глюкозамин, это то, что работает не так быстро, как гиалуронка, но это гораздо более физиологичный путь. Здесь мы заставляем кожу, стимулируем ее синтезировать собственную гиалуронку. Два очень интересных экстракта. Экстракты морали его корня и курильского чая. Морали корень курильский чая, я сама очень нежно люблю пить внутрь, почему? Потому что морали корень, его еще называют левзией, очень серьезно исследовался еще во времена Советского Союза, как натуральные стероиды для спортсменов, даже выделены экзистероиды из морали его корня. И есть фармпрепарат даже экзистент, то есть они действительно настолько хорошо работают, что по уровню эффективности они прошли под фармпрепарат. Что делают в нашем случае вот эти аналоги стероидов, растительные экзистероиды? В случае возрастной кожи они очень эффективно стимулируют синтез коллагена. У нас, к сожалению, есть такая нехорошая ситуация, что как только падает уровень половых гормонов в ситуации у женщины, это эстрогены, как только сильно падает концентрация эстрогенов, у нас синтез коллагена буквально рушится. То есть синтез коллагена снижается, содержание правильного коллагена в коже снижается на 40% почти в два раза. На самом деле это один из основополагающих механизмов. Естественно, насколько мы можем этому противодействовать, настолько мы должны это делать. Курильский чай великолепный совершенно в плане улучшения микроциркуляции. И в народной медицине его использовали, например, в постинсультной реабилитации. То есть это фактически наш алтайский, сибирский аналог генгобилобы, причем работающий не хуже, когда это хороший экстракт. И курильский чай очень серьезно изучался в НИИ патологии и патфизиологии Российской Академии Наук. Там есть лаборатория биоэнергетики. Здесь никакой метафизики нет, речь идет именно об энергетических процессах в клетке. Вот курильский чай очень серьезно изучался и готовился тоже на то, чтобы сделать из него именно фармацевтические препараты. Настолько он мощный и доказуемо, повторяемо работает, воспроизводимый эффект дает. Он великолепным антигипоксантом является. И в том числе за счет своего антигипоксического эффекта, за счет получения микроциркуляции, естественно, улучшает питание кожи изнутри. То есть вот эти экстракты, они действительно очень-очень интересны. Естественно, добавлен прибиотик сорбитол. Для чего нам нужен прибиотик? Потому что микробиом необходимо подкармливать и поддерживать в хорошем состоянии. Учитывая, что в современном мире мы не можем себе позволить умываться раз в неделю, как могли себе позволить наши предки, живя в экологически чистых местах, мы все равно умываемся, очищаем кожу как минимум два раза в день. И это означает, что мы в любом случае, повреждая микробиом, не можем очищать кожу, не повреждая микробиом. Поэтому нам необходимо микробиом поддерживать. И прибиотики у нас входят во все наши кремы. Про витамин В5, Депантинол, тут излишний комментарий. Понятно, что это снижение воспалительных процессов, противовоспалительное действие. Фитокератин, увлажнитель и пиролидон карбоновой кислоты, натриевая соль. То есть здесь мы фактически повторяем во многом мажорный компонент натурального увлажняющего фактора, для того, чтобы обеспечить физиологичное грамотное увлажнение. У нас здесь, обратите внимание, свободная аминокислота, глицин. У нас здесь гидролизат фитокератина, то есть гидролизат соевого и рисового белка. У нас здесь пиролидон карбоновая кислота, ну ее форма натриевая соль. И молочная кислота. То есть кроме глицерина мы все основные мажорные факторы, мажорный компонент натурального увлажняющего фактора повторили. Поэтому здесь получается такой достаточно мощный увлажняющий комплекс. Витамин С не выделяю как отдельный актив, его здесь реально немного. Он просто компенсирует PH, работает как PH-буфер, то есть переводит в нормальный физиологичный PH этот крем. Почему? Потому что большинство вот таких ламеллярных эмульгаторов немножечко дают сдвиг PH в щелочную область. Что, кстати, оливием 1000, что тегокария одинаково работает. Использован органический консервант, так называемый, зеленый. Это производные бензоин и сорбиновые кислоты, бензилового спирта. В качестве активов добавлен еще рутин. Это у нас тоже одно из веществ с П-витаминной активностью. Обратите внимание, у нас витамин П это не единое вещество. На сегодняшний день выделено порядка двух сотен уже веществ, обладающих схожей активностью. Но рутин это такая проверенная классика. И витамина тоже не выделяю здесь как отдельный актив. Концентрация очень низкая, просто для стабилизации самой рецептуры. И ароматический экстракт черной смородины в качестве ароматизатора. Что мы с вами получаем? Мы получаем такой хороший базовый уходовый крем для возрастной кожи, который работает прицельно на два направления, дающие нам возможность заставить кожу иметь более молодую структуру, выглядеть более голода. Первое. Мы даем хороший увлажняющий комплекс и стимулируем кожу вырабатывать большее количество гиалуроновой кислоты. И второе. Мы заставляем кожу, стимулируем ее синтезировать с большей скоростью структурные элементы. То есть коллаген, эластин, фиброниктин. Что у нас в этом направлении работает? В этом направлении у нас работает неоцинамид. И экстракты моралевого корня. Укурийский чай немножко другой механизм. Мы помним тут через микроциркуляцию улучшение питания кожи. Вот моралевый корень и неоцинамид – это как раз стимуляция синтеза структурных элементов кожи. Ну и, соответственно, ускорение ее обновления. Поэтому мы здесь, вот в этом креме, сфокусировались на двух целях, которые дают, во-первых, улучшение тургора кожи. То есть что вы заметите сразу, недельки через две, через три использования крема – это заметное улучшение плотности кожи. То есть исчезновение мелкоморщинистого, мелких морщинок при мелкоморщинистом типе старения. И явное улучшение упругости кожи. И, заметьте, естественно, улучшение увлажненности кожи, которое тоже, вот первое, что с собой влечет – это исчезновение мелких морщинок. Поэтому при мелкоморщинистом типе старения этот крем вообще очень хорошее решение, потому что будет очень быстро работать, недельки за две, за три давать заметный эффект. В ситуации глубоких морщин только за счет упругости, чисто визуально мы их чуть-чуть уменьшаем. Реально, вы помните, на глубокие морщины мы не можем действовать через косметику, это уже другие технологии, это инъекционные технологии. Пока на сегодня все. Пользуйтесь. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня.